Кто такой Дед Мороз? Знают все на свете. Каждый раз в Новый год он приходит к детям. Сколько для ребят радости принёс Добрый и весёлый Дедушка Мороз. Добрый и весёлый Дедушка Мороз. С нами песни поёт, пляшет в нашем зале. И от встречи такой, сколько раз мечтали. Сколько для ребят радости принёс Добрый и весёлый Дедушка Мороз. 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 и не думать хорошо о том, где мы находимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я делаю небольшие страты и небольшие страты и небольшие страты из постоянных мест, которые у вас есть дома и это где ты послал часа и ты очень счастлив и счастлив, и счастлив. Талморео есть пан, с холодной водой, с томатами, хотя сейчас не годится с томатами, поджарить с томатами, я не хотела бы делать с томатами, но люди еще не acostumbrались к томатам и то есть у нас вкусно, все смешно, пан, томат, водой, водой, я добавляю веще, сал и виногреб, я ввести виногребом лимон, и добавлю айта, также. Обратим с ажи, ажи, но с аргитруем экологических, с которыми я работаю, теперь добавлю ажи, ажи. И мы добавляем немного хиношки. Хиношки, который будет вкусно, как анис. Очень вкусно, очень вкусно. У нас есть галит, анис. И мы будем смотреть на что-то. Это немного стилолибр. И это для чего? Это для людей, которые приезжают к себе на перформансе. Для людей, которые приезжают к себе в доме. Для этого все будет готово. Но все это будет хорошо, нужно его использовать в холодильнике. Мы пытаемся создать свой марк, и мы adaptаем его. Возвращаемся к нам, как всегда. Это очень странно. Это очень странно. Мы должны рассказать о том, что они должны делать. Но мы будем compartilять, например, строить банку, строить карпы, чтобы строить структуру, но для того, чтобы это было очень аккуратно. И внутри мы будем поговорить, рассказать историю, рассказать, все, что любят. Пожарим хорошо. И я снялся на структуру. И я не снялся, до того, чтобы они были. И мне сказали, «Моя бабушка, «Моя бабушка, «Моя бабушка». «Моя бабушка». «Моя бабушка». «Хм!» «Моя бабушка», «По, «Моя бабушка», «Моя бабушка». Я очень счастлива, я осознаю, что я благословала, что я очень счастлива, и поэтому мне пришло здорово, потому что все эти recuerды, которые мы слушаем, о том, что мы слушаем здесь, я иногда чувствовала, что были только хорошие моменты в прошлом, и теперь я также осознаю, что они могут быть в предыдущем, что мы делаем здесь, и что мы делаем здесь. Это было ощущение, которая мне дала эта перформанс, и я делала здесь, в празднике, что мне кажется, что это как-то дом для всей нашей семьи, где мы живем в Лавапiezе. И я также благодарю, потому что я чувствую, что это было очень счастлива, и мне кажется, опять же, более поддерживающейся. Я уехал меньше в себе, но мне кажется, что в УГО мне кажется, что я не смогу иметь доступ к природе, потому что мне кажется басичным. Он связан с тобой, и если ты не связан с тобой, ты потеряешь в жизни, и больше в временах мы живем. Мы сказали о том, что льется, что льется, что льется, и мы вернемся в эту привычку. Не могу сказать, что это произошло, но это произошло много. Это была праздновательная церковь, и мы переслали на землю, и не было ни внуков, и не было ни внуков, и не было ни внуков, и люди с мучили, и это очень нормальная церковь. Я помню, что моя мама, когда хотела меня отчасти, не могла мне оставить. Я и знал, что я знал, что я знал что, и знал, что я не смогла обкупить, и я не знал что не смогли Это не я, но мы не знали, что это было, что надо было бы снять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 ...sobre los problemas que le están causando o sobre las soluciones que le están ocasionando. Entonces, a través de ahí, hacer un proceso de empatía, que se pusieran al lugar de los otros... ...y entonces que esas asambleas fuesen como unos límites que se ponen a las personas... ...que suelen ser más avasalladoras. Y a partir de ahí también que interioricen los valores que se van generando en el grupo. Yo no soy tan mental, pienso, y me dejo llevar más por los sentimientos o por mi instinto, ¿no? O sea, también creo que no es tan altruista lo que estoy haciendo en el fondo, ¿sabes? Porque sí que no soy capaz de hacer nada que no me guste de verdad, ¿sabes? Lo hago también un poco para mí, si soy sincera, ¿no? O sea, si yo no disfrutaría muchísimo haciendo esto, no podría hacerlo, ¿no? Pero creo que eso, por ejemplo, aquí en los talleres también veo que es lo que mejor funciona. En el momento que yo me lanzo y empiezo a pintar las cosas y empiezo a hacer muñequitos... ...yo porque me gusta, pues es cuando realmente los niños, ¡ay, ya, vamos, ¿no? Y creo que con la gente pasa un poco lo mismo. Pero no me veo como una especie de mesías o algo así, ni mucho menos, ni creo que los artistas deberíamos serlo. Somos unos egocéntricos en el fondo que hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Que luego se ha puesto de moda, que ahora nos metemos en los temas sociales, en la política y todo eso. Y eso es muy contagioso, es muy bueno, ¿no? Mola, pero no creo que eso quite que en el fondo lo que queremos es pasarlo bien, ¿eh? Yo al menos. Vale. Sí, yo también. Lo más difícil en este proyecto creo que es la difusión, ¿no? El conseguir que realmente la gente vaya. Sí. ¿Y has pensado cómo mejorar esta parte? Yo pienso que dentro de la difusión creo que lo importante es vivirlo más, ¿no? En el día a día, si tú vives ahora, resulta que nosotros no vivimos en Madrid, ¿no? Entonces nos ha costado un poquito más. Pero yo creo que si entramos en el próximo proyecto, estemos donde estemos, hay que invertir bastante tiempo en ese lugar como para acercarte a la gente y crear esa confianza que haga que vengan. Yo creo que ni una ni la otra cosa, ¿sabes? Porque ni las instituciones van a venir, creo, porque están con sus cosas. No lo pienso. No lo sé. Ojalá, ¿eh? A mí me encantaría. Ni creo que podríamos hacer algo como esto en el Reina Sofía, por ejemplo. Es que es imposible, ¿no? Pero me refiero a que haya un poco de comunicación, ¿no? Claro. Pero eso es un proceso más largo, ¿no? Yo creo que poco a poco va a ir sucediendo eso. Eso también tiene que ver con que cada vez hay más gente que somos artistas, ¿no? Que también el papel del artista ya no es lo que era antes. Sabes que ya no están los grandes genios o las cuatro personas, sino que cada persona tiene un poco su capacidad de creatividad y lo está viviendo, ¿no? Y entonces, pues, los otros lo perciben y es como un gran reciclaje, un gran intercambio, creo yo, ¿no? Hoy en día. Hoy en día.